всем всем здравствуйте здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет друзья привет как ваше настроение как у вас дела как ваши дни проходят как вы вошли в рабочую неделю из столь протяжительных и продолжить кого-то выходных у меня вот были выходные и по большому счету это круто как меню отпуск прямо на полмесяца а если это еще не 10 дней это почти без малого без пяти дней полмесяца вот у нее вот это знаете округлять вот так вот зато классно кто так отпуск добавил к этим дням и увеличивающую продлить если 26 то это 30 они 20 ну да потому что это уже переваливает в ту сторону приблизительно да вот ну а мы знаете куда едем мы едем бальдератор по делам по делам вдруг посмотрит не посмотрит потому что я это видео выпущу после того как она уже его получит я же это я знаю потому что есть птички которые на щебечет сегодня у нас какое число 11 11 11 мая и свершилось то да чё но мы хотели саша подарить телефон и накопили на него денег сейчас едем его покупать это будет iphone 12 про на 256 гигабайт памяти мы хотели про макс но сразу сейчас объясним почему не про макс потому что саша как-то непрозрачно намекнула ну как она не то что непрозрачно увидев мой телефон она сказала ну зачем такой большой типа мне вот большой неудобно про макс он по моему больше чем прошка обычно больше да он значительно больше про макс вот такого размера как мой телефон мой чуть-чуть меньше викиного немного саша да как-то вот оговорился когда вот уже мой она взяла в руки она сказала ну для меня это большой мне надо чтобы в карман помещался и удобно было носить пользоваться я без сумочки телефон носить не могу в карман джинсы он не влезет он только может лезть в кортку там где глубокие карманы и все на меня это не парит но я просто к тому что мы сашки хотели максимально купить новый телефон именно последнюю модель наворочили да было не так я почему как было давай с ней как-то ходили в видео и она сказала начало присматриваться к афону 11 про она его крутила потому что они подешевели вышла новая модель 12 и 11 подешевели на такая вот типа 60 тысяч вот надо копить там все вот я вот такой вот хочу мы с мамой тут подумали что наверное а когда этого с это было еще еще снег лежал ну так мы про это не говорим аж когда снег лежал я-то имею ввиду события более все же еще с мыслью что ей 11 и копить да вот а мы с мамой решили ей сначала купить 11 а потом начали скрести по сусекам и наскреблею и получается что мы можем не купить ну в общем топовый который сейчас самый как бы получается предпоследний потому что макс последний но макс и а макс и не нужен потому что он большой и разница между про и макс айфонами лишь в камере и размере дисплея все в основном они абсолютно одинаковы и у камеры то разница только в том что на про максе камера пятикратный оптический зум и а на простом про четырехкратный оптический зум и все вот вся разница то есть в разница ну такая саша вообще леща никакого не заводили мы единственно пытались выпутать у нее размер потому что вот как бы либо макс либо про и в итоге выпутали что размер сильно подать не пришлось да потому что вот она заводили разговоры так по чуть-чуть там еда и подержав мой телефон типовую большую новую огромный ну мы такие ладно все понятно собственно говоря сейчас мы едем за ним вроде как есть по наличию здесь я сегодня вальдорадо он цвета вот такого называется цвет тихий океан то есть вот такой красивенький он тоже без перламутром таким матовым перри переливающимся вообще вот саша она приверженец скажем так черных телефонов я вот вообще хотел бы не белый конечно вот она я понял что она нет не хочет белый вообще не хочет но типа черный но опять же я думаю когда покупается такой телефон при том мы памяти тоже берем немаленькую там 256 мы берем память потому что она саша не настолько заточена по видео и фото как я поэтому ей такие объемы сильно не нужны и вчера буквально была такая интересная ситуация саша че-то ушла и вечером ее не было но она у себя была очень долго потом пришла вся психованная и такая я чуть этот телефон сейчас не выбросил ну то есть когда ну телефоны начинают со временем тормозить у нее сейчас восьмой у нее восьмерка да они начинают тормозить тупить и она занимается монтажом видео она занимается коллажами там всем этим самым для инстаграм доведение аккаунтов и телефон уже не ворочает весь тот объем работа который ей необходим и вот она такая вчера прямо злая прям вообще но мы-то с папой знаем что скоро и и еще она на днях камни буду суток и пап у меня треснул этот защитное стекло давай закажем закажи на алиэкспрессе типа еще одну я такой ладно закажу она ушла и я только раз окошко закрыл ну типа заказал скажу заказал ну потому что заказать его за 150 рублей а во первых она ехать будет очень долго она едет там она должна 2 июня должно было приехать если б я тогда его купил и его уже не поставит на этот телефон который мы и новый уже подарен на тот момент как бы смысл вот поэтому я и не стал поэтому надо заказывать стекло за счет я сказал как только мы купим мы закажем смысл вот есть ну ладно так что скоро сашка у нас будет при телефоне это подарок ей на 18 лет на день рождения надеюсь она будет рада но еще у нас в планах есть заказать хороший торт и утром заказать ей букет цветов чтобы сразу с утра с утра поздравить тем более как-то какой-то был разговор чё-то чё-то это ну чё-то вот как-то было и я говорю саш ну мы тебе только цветы подарим на остальное ты сама знаешь как бы мы не тянем она спокойно и она такая ну да типа я знаю ну да и я думаю ну посмотрим так что посмотрим как она отреагирует на телефон мне кажется у нее в зубу дыхание просто сопрёт и она но она еще такой человек она на подарке не показывает эмоции свои ну будет видно так что и у нас еще на сам день рождения забронирован домик ну мы банном дворике забронировали баню баню да и шашлык и все такое баня с бассейном и мангалом мы будем жарить шашлыки пить бассейн и купаться в пиве а мы одни будем ну да никто что мне там все вот это вот огороженная территория в общем как будет этот день проходить вы сами увидите мы немножко вам поснимаем немножко у нас уже вовсю лето летние и там на целую неделю плюс 26 обещают хорошо бы на сашин день рождения была бы тоже летняя погода другой стороны у нас домик там ну хочется по загорать хотя мы туда всем число не приезжая не но уже еще солнце в это время есть как там летом я чувствую мы туда приедем и будут нас окружать комары ну а мы будем сидеть в домике пить бассейн и купаться в пиве все идем за телефон кай ну что получается вот он этот телефон стоит вот его стоимость вот стоит про макс то есть здесь в принципе тоже 200 256 256 здесь тысяч разница но по размеру вот этот выгоднее ну значить а в общем ей неудобно поэтому мы берем вот этот вот телефончик восемь папа расстается с наличком восемьдесят две восемьдесят две 233 почему восемьдесят две потому что у нас были накоплены бонусы из-за того что мы покупали холодильник и покупали мой телефон нам после десятого числа зачислились бонусы и почти там почти 28 27 тысяч было бонусами и они суммировались и так вот выгодно мы купили iphone 12 крошку за восемьдесят две тысячи так что сашулька вот тебе подарочек ты ты даже не знала ты даже не подозревала но мы вот постарались мы приехали в ленту купили я бумажное полотенце бумагу туалетную и перегрызть вот такие блинчики мне нравятся с яблоками и с брусникой очень вкусно и в ленте вот два штучки взяла сейчас перегрызем удобно я тут придумал мы приехали на заправочку заправить нашу автомобиль q хотела вам про оценку сказать но не видно там там стойка с ценами на топлива сейчас съела я блинчик очень даже вкусно ограничилась одним второй но игорь не захотел сашки привезу саш может пояс саша сейчас вернулась из кабинета наводила там порядке мыло окна подоконники полы и пыль вытирала конечно там очень грязно было то есть у нас мы кабинетом не пользуемся каждый день чтобы каждый день в определенные скажем так моменты когда у нас напряженка бывает там по конференциям там еще почему-то и где уже когда надо посидеть в основном вся работа происходит у меня дома удаленна сейчас мы еще заедем перекресток возьмем саше специальную эту щетку для брейкетов зубную и потом уже поедем домой завтра завтра у меня такой день мне очень тяжелый день будет с утра и до обеда не буду делать процедуру очень болезненную очень такую тяжелую неприятную очень болезненную перед этим меня записали когда на эту процедуру сказали что ну с собой надо взять то-то то-то и купить гель обезболивающий с лидокаином оранжевый гель не нужно было покупать и я тут вспомнила когда вот у нас на украине когда вот мы жили и меня в 12 лет тогда прооперировали удаляли гланды считайте у меня родители медработники да и меня в райцентре оперировали тогда с собой нужно было привести шприцы бинты ват препараты лекарства на вакоин там делали не под наркозом местная анестезия была так что я все видела все слышала это было очень дико неприятно и вообще ужасы рассказывать а сейчас оказывается гланды удаляют под наркозом у нас какой бред да у нас когда знакомому тому что долгушина у нас короче нашему общему знакомому когда удаляли гланды я помню тогда пришла его проведать я пришла его тут собирают короче его переодели дали ночнушку положили на каталку увезли на каталке под общим наркозом гладу удалили привезли обратно я говорю ничего себе ты говорю с лишним 35 лет или 36 ему тогда было ничего себе тебя как эту бедную лялечку туда-сюда свозили скатали а я в 12 лет одна мама ну там нельзя было лежать с мамой меня положили в коридоре потому что была переполненность коридоры в эти старые еще такие помещичьи дома из такого красного кирпича такие холодные в общем я в коридоре лежу рядом с окном отопления нет уже тогда не топилось с окна дует очень сильно туалет в другом конце здания дырка душ так же помыться там все одна дырка извините меня за подробности жопу помыть это такие сложности это надо где-то попросить чтобы тебе воды накипятили чтобы тебе там с какой-то чеплашки грязно и везде насыпана хлорка я тогда вот этот запах хлорки сыпучий вообще и пришел как говорится мой час удалять гланды я лежу головой в стенку а это вообще стенка с операционной открывается дверь хлобысь по моей кровати меня там вызывают по фамилии пошли захожу раздевайся до гола я говорю что вообще да вообще полностью я такая ну хоть трусы там можно оставить снимай трусы я думаю зачем снимать трусы если меня удалять гланды будут ну через попу же ну вот короче вот так это все в оконцовке и случилось я снимаю плачу мне так стыдно стремно у меня ощущение что меня унизили вообще просто как вот как могли мне дали какую-то простыню я в нее замоталась посадили на деревянный стул обычный руки сзади замотали этой бинтом примотали к стулу а вы представляете как я это воспринимаю во-первых я выросла в семье я говорю медиков как бы некоторые манипуляции как происходит и кооперации как готовят я знаю но у нас в нашей новогригорьевке в нашей деревне так варварски не поступали с людьми ну какие-то малоинвазивные вмешательства делали но ну гланды наверное не удаляли но если что-то срочное нужно было то у нас там была и процедурки и операционная была то есть наскоряк что-то быстро да ну и короче меня приматывают включают лампу обычную вот эту как она канцелярская как вот ну уроки делали когда у всех во всем советском союзе такие лампы были направляют мне в лицо открывая рот и все и тут моя душа просто в пятки один укол второй третий четвертый жди я сижу жду а мне холодно ноги босиком жопа голая на этом стуле я просто начинаю у меня знаете вот так начинаю от холода уже зубы трясутся и они такие не трясись открывай рот и давай значит держит зажимом и гланду и режет отрезает вот так вот этим скальпелем я не чувствую боль но я чувствую какие-то неприятные ощущения и вот он отрезал там что-то оттянул там что-то шлепнулось как-то на язык положил вторую давай а это на языке лежит я чувствую что у меня что-то во рту лежит мне так неприятно и мне еще и страшно и холодно я давай зубами от страха видимо еще больше клацать и по металлу по этому зажиму по этому скальпель зубами не стучи и тут в это время вырубается свет а на тот момент на Украине уже была жопа выключали свет надолго но для населения включали на два часа в сутки а для медучреждений у них был другой график и в общем так на весь день на все сутки не вырубали и вот пока они автономную станцию подключили пока тоси-боси пока туда-сюда а у меня кровь пошла а мне давай прижигать это тело господи какие это были пытки и после этого я говорю как мы этого Сережу на каталке там увозили гланды удалять я уржалась ну ему то страшно ему операция сейчас предстоит а я ржу не могу думаю нифига себе над девчонкой в 12 лет так поиздевались а эту дылду везут блин тут еще ему опахало видите танцовщиц рядом чтобы вообще хорошо было я вообще я тогда и лежала я целый месяц лежала и вот каждый глоток подпрыгивая на этой панцирной кровати холодина ноги я так там умерзлась и потом уже мама за мной приехала забрала ну нет она как-то приезжала пару раз вот в течение месяца потом забрала домой приехали я так теперь не могу пить кисель я вот целый месяц этим киселем питалась больше ничего есть не могла вообще ну считайте и только думала господи чтобы кровотечение не открылось потому что меня еще на определенное время здесь задержат это был ужас это было что-то и вот когда мне сейчас сказали что этот гель обезболивающий надо купить самому я тогда вспомнила вот это вот все и думаю да что у нас тоже упадок в медицине начинается что мы уже сами препараты покупаем очень интересно как-то представляете да а вроде же финансируется но мне в жизни эту процедуру делали 4 раза сейчас будет 5 и все 4 раза все было в больнице полностью оснащено но почему сейчас нужно покупать я не поняла но когда у меня мама вернется она сейчас уехала в Москву к бабушке навестить когда мама вернется я конечно задам такой вопрос с каких-то пор мы для диагностики исследований покупать стали препараты для лечения ну задам вот так что вот такие вот дела мы уже переглез тогда и надо еще к бабушке заехать я забыла когда мы на дачу ездили бабушке завести вот эти семена помните которые подарили то есть по сути я огурцы сажать не буду меня в комментариях еще спросили Вика ты сажаешь огурцы? нет девчонки у нас солнечная сторона мы один раз посадили они просто горят они там сгорают что-то нахлопучивать их как-то накрывать обзоры с окна закрывать тоже не хочется и они много места занимают я лучше перчик посажу чтобы было больше зелени перчик не горит помидорцы цветы ну не тот это вот а это лучше я дам бабушке пусть она в теплице высадит огурцы у нас в теплицах здесь растут хорошо и я думаю это будет гораздо более грамотным таким распоряжением данного подарка заодно с вами потом понаблюдаем ладно едем дальше спасибо спасибо Продолжение следует...